Добрый день! С вами Сад Хризантам, я Анжелика. Сегодня у нас вот такая интересная тема. Как получить с одного растения много черенков? Рассмотрим эту тему и еще. Например, вы растение достали, но черенковать вам его еще рано. Оно стоит, массу нарастает. Черенков мало, вы хотите, чтобы их было много. Как разделить один побег и зачеренковать. И сразу получить много черенков. Вот подрезаем черенок. Смотрим. Нам главное, чтобы в черенке, который будет укореняться, было 3-4 междоузы. Раз, два, три. Можно три. Если совсем-совсем редкое растение, вам действительно нужно много черенков. То поделим вот так вот. Макушка обязательно. И два черенка с тремя листиками. Нижний листик убираем для черенкования. Землю не должен уходить. Тут большой стволик, но мы его режем вот так вот. Два вот так вот. Мы тоже делаем, если редкий сорт. И вот обязательно вам нужно его размножить. С пазухов пойдет поросль. Вот если разбивать вот этот черенок. Раз, два. Лучше разбить его вот так вот. Черенки будут покрупнее. И они быстрее укоренятся. Сил у них будет больше. Вот этот, он все-таки будет слабенький черенок. Вот так же. На междоузле. На две части. Да, они маленькие. Где-то сантиметров по 4. Но они дадут корешки. И полноценно укоренятся. Вы подумайте, что я сильно нещадно прямо обрезаю растение. Нет, оно нарастет. Потому что я обрезала не полностью. Я оставляла так, чтобы у них тоже оставались и пазухи. Вот отсюда пойдет поросль. Вот видите, между листиками получается поросль пойдет. Вот я обрезал черенок. Отсюда пойдет поросль. Вот этот тоже можно обрезать. Так, чтобы единым разом укоренить большое количество черенков. Ну и все. А это оставляем растение на рост. Когда оно со всех обрезанных мест пойдет поросль, оно еще кустистее будет. Кстати, таким же образом можно делать, если вы хотите, чтобы у вас хризантема была пышным кустом, а не одним побегом шла, вы прищипываете макушечку, либо вот по кругу везде-везде обрезаете. И в итоге у вас получится, что разрастется и куст будет мощный и пышный. Что мы делаем с этим добром? Все так же, все то же самое, как мы и черенкуем, просто макушечные черенки. В корневин и в землю, в торф, нижние листики обязательно убираем. Это я показала макушечные черенки, а вот это промежуточные. Вот три листика. Один мы убрали. Ставим так, чтобы вот это было в земле. Отсюда и отсюда и отсюда пойдут корешки. Растение будет сильнее. Как видите, я зачеренковала и только макушечные черенки, и промежуточные черенки. Они одинаково укоренятся. Да, бывает такое, что которые посредине срезаются, они более схожнее дают корни, чем макушечные. Но, если цель такая стоит, что как можно быстрее и больше поучить черенков, то такой вариант тоже возможен.